привет вам дорогие наши зрители трясет машина решила сегодня с вами поздороваться по пути в сад я не была сколько четыре дня в саду и мы сейчас заезжаем сначала строительный двор по одному адресу потом в строительный двор по другому адресу ты взросла собираешься с нашими конечно добрый день друзья я за рулем поэтому не могу сильно вам надо уделить внимание ладно я с вами пообщаюсь да мы заказали не достающие для кровати для нашей доску этот магазин работает интересно они продают только то что вернее на заказ они ничего не возят они только то что из наличие смотришь наличие и покупаешь ну неважно ладно мы сейчас доску заказали в одном магазине а фанеру мы заказали в другом магазине 2 листа фанеры еще купили ну все дорогие наши сегодня этот день проведете с нами если досмотрите конечно этот ролик до конца потому что там интересная еще не видела у нас риса николаевич почти всю кровать сделал и мы с вами сегодня увидим что он там успел сделать пока меня не было мы загрузили в одном магазине доску вот она у нас пополам распилены и туда же в багажник посадили наши животные сюда вот так вот вот зато тебе нас видно хорошо все едем следующий магазин грузить фанеру нравится магазин я тоже нравится что только нет все есть и даже есть прокат инструмента и даже есть уголок где можно самому что-то сделать просверлить склеить распилить и так далее хороший магазин только нам ждать приходится некому нам распилить нашу фанеру заняты продавцы друзья вы видели такое животное хоть раз она посмотрите какого размера с мой палец почти вот с мизинец огромный какой я вообще такого не видела никогда ну что дорогие наши мы уже приехали опять заехали они удержались замороженные у нас в садовый магазин поэтому сели сразу же его отведать довезли мы фанеру довезли мы нашу доску собаки ну он уже бегать ждет себе мороженку кузняшки саду хорошо сегодня у нас жарко кстати в челябинске написали прогнозе до 29 и прямо вот я с утра пошла собаку гулять где-то в 9 уже было жарко реально я пошла в тень чтобы не сжариться на солнышке вот так сегодня у нас планы какие ну во первых я покажу посмотрю и покажу что у нас александр сделал кровать что он дамбана делал я краем-то глаза увидела но не разглядывающую буду снимать внимательно потом еще ну по саду я сейчас у себя в голове еще у меня порядка нету что конкретно какие планы плюс еще соседка пригласила собрать у них вишни у них очень много лишнего у нас и вообще нет черешни еще не известно когда будет мы только посадили потом еще что я хочу еще хочу не знаю дадут ли у меня руки дойти до соседа наверное все-таки схожу хочу снять мастер-класс по его строительству его чудо туалета он такой туалет делает вы такого туалета не видели он согласился дать интервью и рассказать как он что делать вот на данном этапе у него строительство сейчас идет в процессе и вот все что он сделал от нуля и до данного этапа он все расскажет и я постепенно постепенно так вот буду собирать а потом опубликую целый вот такой вот полноценный ролик по строительству чудо туалета да у тебя какие планеты расскажи закончить кровать не буду залегать вперед хотелось бы хотелось бы закончить кстати я заказал уже матрас 140 на 190 заказала матрас надеюсь что все у нас хорошо там встанет ну размер мы под матрасы делали потому что матрасы я посмотрела продаются любых размеров какие хотите но кратная 10 сантиметров все 140 на 90 мы решили что нам будет спальное место и вот такую мы кровать делаем матрас уже должен вот-вот приехать на днях буквально на вылборисе кстати говоря все заказываю там все в огромном количестве и все что хочешь выбираешь по отзывам и все такое цены такие хорошие поэтому я даже не заборачиваюсь обычно заказывала туда где мне у просто тупо удобнее забрать вот и все еще друзья мои немного расстроилась сейчас дошла до помидор у нас фитофтора на сейчас буду ликвидировать все эти помидоры которые поражены фитофторой всех надо сжигать да их нельзя никуда нет в туалет и кстати говоря можно но я не знаю стоит ли в туалетному подумаем но в компост их нельзя в землю закапывать их тоже нельзя короче говоря их надо уничтожать вообще рекомендую только вывозить куда-нибудь куда-нибудь куда он вечером поедем сейчас мешки все соберем и надо сейчас я буду изучать первый раз и столкнулась фитофторой знаю отлично как выглядит но когда-то у родителя еще в моем детстве была фитофтор на помидорах когда я естественно была ребенком но знаю что такое но я еще пока не изучал чем она сейчас ликвидируется на данном этапе чтобы просто не потерять остальной урожай сейчас буду изучать смотреть как у меня препарата в принципе хватает можно ли нельзя химии если они еще зеленые далеко им до спелых может быть и химии можно обработать посмотрим вот занялась фитофторой занялась помидорами отдельным роликом у меня будет на канале что нужно сделать в августе обязательно для помидор чтобы быстрее зрели плоды но сейчас давайте к мужу сходим что у нас там покажу хоть кровать то сделала ну вот полюбуйтесь что он у нас тут наколдовал с кроватью на александр николаевич рассказывай у нас был каркас в прошлом видео и часть половинка вот этих вот поперечин я показывала и так сейчас что у нас показывая рассказывай ну что я сделал ножки ножки сделал ножки то не хилые у тебя не просто ножки там ножки сделал а что ты там сделал ух ты аж прям выпилили же как их выпилил то есть у меня вот на эти пазы ложится весь каркас кровати совершенно то есть мы ножки не приворачиваем сбоку а кладем прямо вот сюда на брус прикрепляешь же как-то ну конечно мы видишь я на этим мебельные эти самое вижу а вот вот этими мебельные вот здесь на эти да сейчас открывай стоит нас найти столбах и с ней ничего никогда не будет и выпилил под плинтус как ты просила ну конечно покрывать было прижата к спинке чтобы она прижималась плотно к стене вот для плентуса отлично вот так супер ну и все и поперечины получается там сделал поперечины чтобы здесь ложилась фанера так а сверху у нас будет зашиваться фанера и вот сегодня мы купили десятку спинку изголовья спиночку да а здесь ничего не будет в ногах просто залазить будем отсюда ну слушай проход у нас с тобой нормально остается не не сказать что прям это тесно не нормально получается сколько у нас тут остается 60 сантиметров саш проход если говорить о спальном месте но чуть поменьше нормально но все вот у нас так вот пожалуйста на данном этапе нас это кровать будет капитан может даже выдержит это данила да единственно саш я чу тут на один всего шуруп что либо почему я буду начать собой кстати друзья я на алиэкспресс заказала и получила вот такой вот это автоматический включатель капельного полива он ставится на шланг я сниму друзья мои отдельным роликом обзор полностью его и монтаж как это все будет как это все монтируется и как это все будет работать вот так вот смотрите на канале но я друзья мои продолжаю заниматься сейчас помидорами а потом пойду в теплицу сейчас пока на улице которые не сидят помидоры фитофторных принципе не так уж и много я их все в мешок собрала и вечером мы вывезем это все на помойку на свалку заодно и все остальное что накопилось выбросим ну а потом пойду в теплицу там тоже все посмотрю муж говорит тоже там одну увидел вот и заодно потом покажу что еще буду делать друзья часа 2 наверное спровозилась с помидорами напоминаю ролик отдельным будет по обрезке для обильного плодоношения но сейчас я провожу обработку просмотрела я все свои препараты вот в этом мешке выбрала подходящие наиболее хом препарат этот сильный химический но здесь 5-7 дней до сбора урожая нужно выдержать нормально потому что по фитофторы у нас на улице помидоры мы еще там их не едим они у нас еще там зеленые короче говоря этот пакетик 20 грамм нужно развести на 5 литров воды и рабочий раствор 1-1,5 литра на сотку проводится от фитофторы именно я вот вам поближе вставлю табличку вот это вот в принципе на упаковке это есть я посчитала мне ну примерно где-нибудь пол литра я потрачу на эти помидоры даже наверное поменьше ну а все остальное я побрызгаю смородину побрызгаю клубнику побрызгаю пройду везде там где подальше от сбора урожая друзья наше время без двадцати семь уже или 677 мы только недавно пообедали представьте сегодня мы сегодня шестом часу обедали в половине шестого вообще чуть с ума не зашли полу пансион короче да у нас сегодня обед ужин пошли и расскажешь покажешь в окошечко в окошечко у нас идите посмотрите вот окно открыл потому что он там красит наш каркас кровати и воняет очень сильно выносить это идея утопическая вот думали думали хотели светленькое что-то все-таки решили оставить палисандр кстати какой-то он бордовый на экране вот так вот лучше цвет наиболее правильнее а вот вверх поднимаю становится каким-то красным до палисандр потому что у нас но у нас кстати саши шкаф такого же цвета тоже темный у нас плентуса такого же цвета ну эти у нас сами стены у нас вагонка она еще старо давние там раньше когда 40 лет назад оливкой красили и лаком сверху естественно мы под нее никак не сможем подделаться вот и решили оставить цвет палисандр у нас все плентуса пусть она будет темная вот и вот он в комнате все покрасил тут сильного него сейчас вроде уже проветривается рубаха у него стандартная под покраску многим так не нравилось это рубаха но он ее одевать будет всегда когда как когда такими делами занимается грязными все рубахи у него под определенные виды работ ну вот такая вот сейчас на данном этапе конструкция кроват перевернули на другую сторону и сейчас больше этой стороны докрасить везде где не прокрасил теперь будет с этой стороны крастью такие вот ножки 100 на 100 столбы короче друзья у меня сегодня казус я сегодня обработкой это занималась и у меня оба опрыскивателя и вот этот литровый помпа который вот так вот сверху качаешь брызгатель не брызгает и 5 литровый не брызгает я не знаю но вдвоем они одновременно не могут отказать накачивается в все воздух в 5 литровом все нормально не брызгает и все я чё только не делала и продувала промывала сколько раз снимала разбирала там частично чё только не делала в итоге потом посмотрела вроде как вот этот порошок home он до конца не растворяется я его процеживала но там видимо ячейка крупная и все равно этот порошок он про туда проходит потом свернула в 4 стлоя еще марлечку этот бинтик подложила сейчас опять процедила думала что будет уже брызгать все равно нифига не брызгает в итоге я что вы думаете по старинке взяла веник но у меня раствор то разведенный там за литра три наверное у меня взяла веник и пошла этим веником все брызгать и помидоры до брызгала там веником частично по смородине прошлась по клубнике прошлась там грушку орехи зацепила ну короче все выбрызгала сколько есть веником веником 21 веке это какой-то кошмар сейчас снова пройдусь по клубнике опять усов наросло сейчас усы повырезаю лишнюю я же тут рощу ниже нужны деточки для посадки в новые грядки по третьему ряду не знаю если силы если станутся пройдусь если нет значит нет у нас такой кабанидзе вырос это какой-то ужас я посмотрел он более чем полметра посмотрите какой гигант мужу говорю а ты че не забирал то его он говорит я туда не ходил там грязно был было ну понятно все сегодня вот я дошла заберем его но зато он может хоть до нового года теперь лежать маленький может быть и брать даже не будем посмотрим тут брать маленьких то нечего посмотрим ладно пусть еще растут а вот огромный надо будет забрать какая красивенькая у меня лукошечка цветет агератум и беленький фиолетовый вытягивается уже не хочется мне его подрезать жалко я знаю что если их обрезать то он более пышный начнет и также будут соцветия появляться ну как-то жалко дорогие наше время уже у нас девятый час у нас тут соседи уже приехали сегодня пятница сегодня все в сад приезжают на выходные а мы уезжаем потому что работаем субботу завтра мы работаем оба и воскресенье еще я работаю муж поедет без меня воскресенье но я сейчас подстригла спире и мои спире и ки первый раз подстригла не мне первый раз в этом году зацвели они мне еще маленькие но подстригать их уже надо потому чтобы они более пышными становились сейчас я летнюю обрезку вот они мне отцвели я их сейчас чуть-чуть подрезала обстригла эти все засохшиеся цвете ну кое-где еще остались цветочки и уже они стали у меня поровнее вот это вот так вот подстригла первый раз три года вообще не умею ножницы это эти новые для стрижки также заклинивают что-то у меня все заклинивает обычные ножницы садовые секатор а ты куда а ты его брал работать работать брал вот это тоже подстригла но тут немножечко еще есть чтобы покруглее поровне были будут отрастать уже будут пышнее становится вот эти тоже немножечко подстригла и эту и эту самую маленькую у меня там еще одна осталась ближе к туалету но я ее не буду пока вообще трогать я буду пересаживать и вот это подстригла посмотрите какая она мне интересная я живи на штамме выращиваю но решила пока вот эти лишние ветки которые у меня здесь на штамме вот эти лишние я пока потерплю их убирать не буду чтобы он утолшался он будет утолщаться с этими веточками получше а саму крону я вот такую шариком подстригла видите шарообразная становится интересно и и кстати легче всего было стричь потому что она плотная крона плотная и стричь легче всего а когда редкая вообще-то мне понятно чувств речь такая у меня спирейка интересно это непонская называется эти японские а это непонская на штамме и и ращу такое деревце у меня будет может быть весной либо осенью отрежу их посмотрю что дорогие наши зрители наш день сегодняшний закончился и мы поедем домой традиционно девять часов почти вот но в принципе не 10 не 10 сегодня пораньше немножко на работу да нам обоим завтра на работу ну вот что сегодня какие у нас итоги подвели александр николаевич у нас кровать не доделал но покрасил ну кровать вроде бы я думал там делов ну с ней приходится повозиться конечно думал что проще гораздо на самом деле ну а я сегодня у меня такое ощущение что я сегодня весь день провела с помидорами с клубникой и походила веником побрызгала соседи смотрят как и подумают что я чё-то колдую так веником дьякон с этим с кадилом вообще кошмар ходила вот так вот обрызгивала веником мне всегда казалось что это как эти брызгают чем-то это какой-то вот у мамы был опрыскиватель которая работала не лет двадцать пять пока не сломалась душка я не знаю или дело в порошке я так и не разобралась будем потом проверять на простой чистой воде а посмотрим если что просто придется новый на покупатель и чё не знаю что с опрыскивателем хотелось бы конечно аккумуляторный но недорогие такие он берешь обыкновенный автомобильный насос и дуешь и вместе с автомобилем ездишь по даче да и дуешь да как здорово ты придумал слушайте у нас соседи напротив приехали и там костер горит у них они то ли мангал то ли костер что-то там зажгли так красиво такое ощущение что это не настоящая как будто искусственно не может так пламя гореть равномерно чуть сторону отойди и увидишь потому что там через дверь ты смотришь но все равно их тепличная дверь открыта из поликарбоната и ты через нее смотрит у меня просили кстати говоря по моему на дзене кто-то просил кабачковую икру которую я обмолилась что дело кабачковую круг давайте эту кабачковую икру кстати рецепт с майонезом очень вкусный рецепт я оставлю под видео прямо рецепт кабачковой икры и смотрите кому надо может быть кто-то захочет сделать по этому рецепту но все давайте спрощаемся следующий раз мы приедем понедельник вместе всего доброго всем пока до свидания